11 мая, чудесное раннее утро, мы прощаемся с Ванкувером, через час придет такси и мы поедем на круиз на Аляску. Ванкувер чудесный город, мы получили за три дня большое удовольствие. Подробное описание и советы я дам в описании в ютубе, в описании к ролику. Там будет написано много, что наш и хороший, и отрицательный опыт для тех, кто поедет после нас. Добрый день! Мы находимся на корабле Шапилы Принцесс, который идет на Аляску. Сегодня третий день нашего путешествия. Я хочу рассказать про два небольших происшествия, которые были в первый день. Это будет полезно для, может быть, других пассажиров. Мы пришли на корабль, пришли в свою каюту, которая нами заказана. И эту каюту, наши карточки к ней не подходят. Потом пришли другие люди, и их карточки подходят. Я расстроился, побежал в сервис, в квест-сервис. Жена осталась стоять. Долго разбирался с ними, почему нашу каюту кто-то занял. Час, наверное, прошел. Они сказали, что нам поменяли каюту. Сделали апгрейд на каюту гораздо лучше. Я побежал назад, моей жены нет. Я пошел в ту каюту, которую нам дали. Моя жена уже там. Я спросил, откуда ты знаешь? Она говорит, а я проходил тут служащий. Я сказал, что такая проблема. Он посмотрел мою карточку, отсканировал ее. И сказал, в какой каюте мы должны быть. Поэтому, если нам дали каюту, гораздо лучше, чем то, за что мы заплатили. Так что, хорошо получилось. Так что, если вы пришли на корабль, и ваша карточка не сканируется на вашу каюту, не волнуйтесь, не дергайтесь. Просто попросите просканировать карточку, на какую каюту она направлена. Теперь второй момент, менее приятный. Пришел один чемодан, второго не было. Я уже знаю это. Это случалось сто раз. Им кажется, что в чемодане какие-то подозрительные предметы. И они задерживают один чемодан, пока я сам не приду, не открою чемодан. Бывало, когда я приходил в эту комнату, там по 200 чемоданов было. Я им сказал, это было еще в 2 часа дня. Задержали корабль, мы только в 2 часа дня вошли на корабль. Я их просил, бегал, и на 4 этаж, где чемоданы, и на 6, где кросс-сервис. Они занимались 100 человек моими, все уже помнили наизусть. И ту каюту, куда должны были принести, и ту каюту, где мы переместились. Все говорили, что они помогают. Это было просто бестолку. Вот так я бегал, крутился непрерывно. В 6 часов пошли ужинать. После ужина ничего не принесли. Вот обещали и не принесли. Злой был, я не знаю. Потом наш стерд говорит, а что за проблема? Я сейчас пойду найду. Он пошел, пришел и говорит, идемте со мной в этой комнате. Действительно, секьюрити задержало вас в чемодане. Для меня до сих пор остается загадкой, почему 4,5 часа куча народу искала или секьюрити не хотели давать сразу. Я не знаю причину. Я не смог у них узнать причину, почему чемоданы, я не, второй чемодан, мне не сказали, где он находится, и не повели меня в эту комнату, чтобы я открыл чемодан и показал, что там ничего подозрительного нет. На будущее. Сделайте так, чтобы в ваших чемоданах не было ни ножей, ни взрывчатых веществ, ни гранат, ни бутылок, кстати. Кстати, о бутылках. Так как в этой комнате было мало чемоданов, я делаю вывод, что на этом корабле бутылки не проверялись, потому что иначе чемоданов было бы много. Вчера мы были на корабле, сегодня мы должны были быть в Кетчигане. Что-то случилось с двигателями, корабль идет медленно, Кетчиган пропустили, и что-то мы еще пропустим. Компенсацию дадут, конечно, и дадут немалую, но все равно неприятно. Но нам, женой, еще лучше, потому что, сравнительно, потому что мы будем идти назад почти тем же маршрутом. А вот тем людям, которые взяли только на 7 дней до Аляски и все, они, конечно, потеряют. Я не буду рассказывать о корабле. Это тот самый корабль, на котором мы были в Южной Америке, Шапир и Принцесс, который я очень подробно описал. Еда та же, представления в театре такие же, каюты не изменились. Правда, сейчас наша каюта гораздо лучше, нам сделали апгрейд. Поэтому описывать, какая еда, показывать, что в тарелках, нет смысла. Что я хочу показать, это Аляску. Те порты, которые мы будем, ну, я надеюсь, что в какие-то порты мы зайдем, и мы будем идти назад по портам. И, кроме того, мы будем на Аляске. Это все я хочу показать. Это фигурки из полотенца, я бы сказал, из полотенец, которые сделали местные умельцы. Правда, на кровать, такой уже не ставят. Давайте все посмотрим. Фигурки. Черепашка. Что так они сделают из бедных полотенец. Сегодня 14 мая, полдень. Из-за задержек мы должны были прийти в Джуна утром. Но из-за того, что двигатель барахлит, мы приближаемся в 2 часа. Через час мы должны прибыть в Джуна. Но вот сейчас первый раз видим, что такое Аляска. Я специально вышел на балкон. Светит солнце, идет мелкий-мелкий дождик. Вот перед нами Аляска. Через час мы выйдем в Джуна и посмотрим, что делать. Наш круиз отменен, который мы должны были делать утром на ледник. И цветущие сады. Но я надеюсь попасть на ледник. Посмотрим через час. Все в облаках. Немножко есть солнце, но очень немножко. Немножко непривычно, что облака такие. Нам сказали, что нужно 10 минут идти влево от кораблей. И downtown transit center. Там city buses, автобусы, которые отвезут на Glacier. Идем, смотрим на эту лепоту. Очень-очень непривычную. Этих здесь понатыкано. Причем я сам могу сочинить историю каждого столба. Не хуже, чем это делают экскурсоводы. Не знаю, как это будет на видео, но... На самом деле очень-очень красиво. Короче, решили вот этот автобус, но от него до ледника еще идти 2 мили. Что-то мне это не захотелось. Погуляем по городу, посмотрим город. У нас в программе еще есть ледники. Причем в такие дни, когда, по прогнозу, очень хорошая погода. Сейчас в дождь лезть в горы на подъемнике или ехать на ледник и там идти по грязи, предпочту. Этого сейчас не делается. Но в дальнейшем, конечно, у нас будут ледники. Нам даже предлагают собачьи упряжки на леднике. Пирса. Огромное количество магазинов. Начиная от продуктов, кончая бриллиантами. Все хорошо для пляжа. Инна, это для пляжа хорошо. Яша, послой здесь. Хорошо. Моя жена увидела шумный магазин. И все. И на этом наше путешествие закончилось. В основном, в основном это сувенирные магазины. И огромная толпа народа с четырех автобусов ходит мимо. Вот тут киоски. Киоска много. Но опять все то же самое. И в такую дождливую погоду там месить грязь. За 90 долларов у всех стоит. Автобус просто довезти до ледника и через два часа забрать. Есть наблюдение за китами, но больше особо ничего интересного нет. Сходили мы в этот таку. Вот он находится, прямо возле пирса магазин, где продают рыбу. Эта рыба стоит столько, что если бы она была из золота, она была бы дешевле. Идем дальше. Рекомендую. Вот я купил жене и себе вот такие галоши, я не знаю. Вот такую одевается. Из чего это? Силикон. Одевается на кеды, стоит две копейки. А кеды остаются сухими. Рекомендую. На Алиэкспресс. Приветствую вам от медведя, вот от этого, это мой друг, сделайте. Вот он, вот мой друг медведя. А что остается в такой погоде? Мне разрешили сделать видео для YouTube, при условии, что я сделаю рекламу этому магазину. В этом магазине очень-очень много красивого. Официально мне разрешили это сделать для YouTube. Увидел вот в этом магазине, Diamond Islands, в Джуну, в середине торговых рядов для туристов. Все магазины делятся на три категории. Вот как в этот, это сувенирный. Обычные сувениры, от которых уже немножко кисло. Второе, это одежда. Всякого рода одежда, ничего особо интересного, местная. Теплая одежда. И третье, этого тоже добра полно, хотя внутри пусто одни продавцы. Это ювелирные магазины. А мы пойдем вон туда, к этим вдали желтым зданиям. Посоветовали прогуляться. Одноэтажные и двухэтажные здания здесь все деревянные, естественно. Но здания более высокие, это бетонные. Природа, лепота, лепота обои. Столбы на каждом шагу в огромном количестве. Все сделано, чувствую, в последние годы. Очень красивый пейзаж. В общем, нагулялись мы по городу, полдня гуляли почти. Но это под дождем. И идем в сторону корабля. 15 мая 24-го года. Скалуэй. Мы едем на очень длинную экскурсию, 8 с половиной часа. Я очень надеюсь, что она будет хорошая. Мы едем на Юкон. Один из притоков Юкона – это Клэндайк. Мы там будем добывать золото. Это именно место, где добывали золото. И в конце 19-го века на Клэндайке было больше миллионеров, чем в Соединенных Штатах. Добывали в день на 5 тысяч долларов. Так написано. Золото. По тем временам это были огромнейшие деньги. Здесь разные маршруты. Наш маршрут самый длинный – 8 с половиной часов. С обедом. Все как положено. Подвесной мост, на котором страшно, говорят, становиться. Ну, посмотрим. Это Канада. То есть мы сейчас едем из Соединенных Штатов в Канаду. Сказали взять паспорта. Полный туман. Идет снег. Зима. Крестьяне торжествуют. А где моя? А вот. А вот моя крестьянка. Иночка. Вот она. Вот она в снегах. Вот она в снегах. Ну как? Погода замечательная. Что? Правильно. Середина мая. Как и положено. Идет снег. Но мы находимся на самых верхних точках этой горы. И поэтому такой снег. Мы будем еще много точек нам обещали. Красиво. Продолжаем наше путешествие по знойным, жарким солнцем Аляски. Все вокруг снегу. Собственно, пейзаж особо не меняется. Оказалось, что вот это беленькое, это озеро. В этом автобусе нарисованы медведи. Но мы пока этих коричневых не видели. Хотя она говорит, что тут есть и коричневые, и белые, и какие-то черные. Разные медведи. Поехали на мостик. Здесь целая аттракция. Кафешки, туалеты. Природа. И я не знаю, наверное, мы пойдем по этому мостику или как. Вон люди идут. Сейчас пойдем. Мы здесь будем час, так что я успею нафотографироваться. Вот речка. Вот такой речка хорошо плавает на байдарках. Целая экспозиция. Как они рубили, делали доски. Ну, здесь дорога к мостику. Которому мы сейчас пойдем. Это наша группа. Часть группы, к которой мы приехали. Угадайте, кто из них я. Наконец-то мы увидели медведя с медвежатами. Но у меня такое впечатление, что медведь не настоящий. А вот и мостик через реку Айкон. Я иду осторожно. Ага. Под ногами. Такое впечатление, что я сейчас провалюсь в ту речку. Очень впечатление, что очень такое зыбко. Дальше начинаем фотографировать реку Юкан. Лосось тут есть? Есть, я вон вижу один ходит. Лосось тут будет в июне-июле даже. Вот какой поток. Это называется горная речка. А мы продолжаем идти по мостику. А под нами все видно. Сетка. Вот еще один пейзаж. Шли в помещение, где жили золотоискатели. Это типа такого маленького-маленького-маленького музея. Это консервы, наверное. Консервы. Вот какие. А нет, это что-то сахар. Вот эта кроватка. Вот там. Вот это для добычи золота лоток. Что у нас здесь? Шляпа. Шляпу одевать не буду. Но это все настоящее. Да, это все настоящее. Вот их группка. И вот этот айкон, где они добывали золото. Я напомню, добывали золото именно здесь. Клендайк – это приток айкона. То есть, весь этот район Клендайка. Капканы на зверя. Им нужно было мясо, пушнина. Вот всякие приспособления. Лопаты для бензина. Для чего бензин? Ну как, это отапливать много для чего бензин? Начал идти снег. Ну, снег – это не дождь, это не страшно. Всем привет. Берем снег. Делаем снежки и запускаем. Порядок. Вот такие холмики столбов, которые использовали для границ и владения. Написано, что для разных целей. А вот что это за голубятня на длинных столбах? Конечно, это как макет, где они жили. Макет может быть, потому что как туда залезть? Или может лестница? Если была лестница, они бы ее поставили. Да, но это, конечно, не Ярден. Далеко не Ярден. Куда ему до... Вот это самая высокая гора в Канаде, Инна, 5950 метров. Вот она находится. Я не видел пихту наяву. Я думаю, Яша. Что? Я знаю, что это. Но если это не пихта, тогда я не знаю. Вот это елка. Яша. Вот это елка. Яша, такой запах. Это то же самое. Впечатлен, как я на фоне реки Айкон, на фоне масса сэспенсен. Вот я, так сказать, навечно заключил. Всем привет. Вот Инна не боится. Вот я не боюсь. Вот мы все не боимся. И идем назад. А вон Айкон. Юкон. Не Айкон, а Юкон. Но золото я пока не вижу. Но оно здесь есть. Одна из самых интересных экскурсий, может быть, за всю жизнь. Снег по Юкону, рекою струится. Снег на Юконе и снег на земле. Снег на Юконе и снег на Юконе. Вышло солнце, и стало замечательно. Но, обычно... Черненький. Ну, стоп токинг. Вот еще наша вью-поинта. Вот такая. Фотографируется эта территория Юкона. А, с другой стороны, территория Британской Колумбии. Другой стороны, от этой точки, территория Британской Колумбии. Да, это фотообои. Фотообои. А вот остров. Фотообои живые. Справа еще пришли. Но самое главное, это остров. А с другой стороны, лес. Выглянуло солнышко, и стало вообще красиво. Вот здесь горы, деревья, лепота. В экскурсию входит неплохой обед. Тут много народа обедает. Это все люди на экскурсии. Яша, приятного тебе аппетита. Небольшой зоопарк. Наше внимание привлекли альпаки. Альпака, привет. Что-то он там кушает. Беленький и черненький. А вон там, Инна, вон там рога оленей. Привет, черненький. Смотри, смотри. Выкинуется. Ближе не подпускают. А где-то люди вон заходят. Пойдем зайдем. Куда у них собираются? Сейчас поедут. Горос садится в машину. И сейчас они, по идее, должны поехать. У кого это? Горные вершины? Спят в очередной. Это немецкий гейнеш. Это мой друг. Зовут Василий Иванович. Василий Иванович. Ну, посмотри, скажет. Ну, Василий Иванович, ну куда ты отворачиваешься? Василий Иванович, да? Ну? Что это? Все. 20 долларов можно. Можно промыть золото. Только золота там не будет, но удовольствие можно получить. Но никто не хочет. Еще какая-то старая альпака. Ну что, пенсионер мы или как? Ну? Там еще одна коричневая. Пойду посмотрю на нее. Она родная сейчас. Альпака. Альпака. Ни хуй реакции. Тут животных много. Причем все живые. О, вот мои друзья. Мои френдс. Там была черная всякая жидкость. Живность здесь белая. Вот это настоящая белка. Вот. А не то, что мы видели какое-то черное создание. Вот белые олени. Белый мишка. Пойдем на мишку посмотрим. Вот такого во льду встретишь. И все. А этот чем лучше тоже. Ничем не лучше. Такого озера я никогда не видел. Там, наверное, мелкое и глубокое. Я не знаю. Но это красиво. Ну почему цвета такие? Я же. Сувенирные магазины, как всегда. Ух, тут орловы этих сколько, а? А вон там еще. Все впихивают. Аляскинского кита вот такого я не видел еще. Вот он родимый. Акула? Может, акула. Акула. Мишка, мишка. Как меняется погода. В завершении вот Огрея Краски. Мы подъезжаем к кораблю. Еще один товарищ решил прямо на автобус пойти. О, заехла. Спустились вниз. И совсем другие виды. Смотри, как красиво. Вернулись в Кауэй. А вот это шоппинговая зона, куда меня потащили. Ну, мы пройдем туда немножко, посмотрим. Потом пройдем на корабль. Кауэй. Вот это, да. Кауэй. Кауэй. Продолжение следует... А вот это наш корабль, на который мы возвращаемся. Сегодня последний день нашего, второй части из четырех нашего путешествия на Аляску. Мы заканчиваем круиз из Ванкувера в Уитер. Последний день сегодня. Я хотел бы подвести краткие итоги. Но первое это плюсы. Очень хорошая кухня и в ресторане, и в буфете. Там нет изысков, там нет ни хвостов, ни голов омара. Но все, что там есть, оно очень-очень вкусное. Второй плюс, анимация, музыка. Все салоны были все время, каждый вечер заполнены людьми. В каждом салоне музыка. Очень активность была и команды, и пассажиров. Это когда днем они делали игры для тех, кто от двух до пяти попади колечком в шарик и так далее. Ну, тоже людям было интересно. Это плюсы. К сожалению, минусов больше. Шапиро Принцесс, с моей точки зрения, нуждается в ремонте. Он очень красиво выглядит. Все блестит. Но, во-первых, из-за механики он опоздал. И мы только в три часа зашли на борт. И потом были проблемы, из-за механики мы медленно шли. И поэтому мы не смогли вообще зайти в Кичиган. Мы сорвали нашу экскурсию в Джуно, потому что пришли после обеда. Ну, на Юкан мы в Скауэр съездили хорошо. И в Фьорд мы тоже не зашли по этой причине. Это первое. Второе. Когда мы сдали один из чемоданов, оторвали ручку. На ручке были наши таги и самолетные, и корабельные. И поэтому они были отдельно от самолета. Отдельно от чемодана. И поэтому они не могли найти, где это, что мой. И я получил только после ужина чемодан, когда там остался один чемодан и одна ручка. С надписями. Вот тогда они мне после 7 вечера выдали этот чемодан. Кстати, я сейчас с ними спорю. Я им отдал чемодан и сказал, ребята, или вы чините ручку, или дайте мне 100 долларов, я куплю другой чемодан. В таком виде я его даже не смогу сдать в аэропорт. Вот сегодня в 11 часов сказали подойти. Следующая проблема. Это у меня неправильно, у них написано неправильно мой адрес. Важно почему. Сорвали мои экскурсии, и поэтому у меня оказался большой плюс в моем аккаунте. То есть они мне должны. Я спросил, это написано рефаундед, то есть возвратный. Я говорю, ребята, а как вы вернете? Они говорят, мы, корабельная компания, вышли тебе домой чек. Я говорю, хорошо, покажите мой адрес. Адрес неправильный. Я сказал правильно. Говорит, завтра утром будет исправлено. Подошел через два дня. Они говорят, еще неисправлено, напиши твой адрес. Опять все сначала. Вчера я пришел в третий раз. Он говорит, вот еще неисправлено, но напиши твой адрес. Я сказал, ребята, так это не работает. Позови, пожалуйста, менеджера сервиса. С ним я проявил очень хорошую речь. И про чемодан, и про адрес. Иначе они не смогут мне чек прислать. Там большая сумма. Клятвенно обещал к 11 часам сегодня решить все проблемы. Если ручку они не смогут другую надежно прикрепить, чтобы я доехал до дома, то они, сказали, будут искать другие способы компенсации. Вот это основные проблемы. Но были и другие проблемы. Были и другие проблемы. Более мелкие. Два раза вызывали сантехника проблемы со сливом воды в канализации. Один раз мы не могли зайти в нашу кабину, в нашу каюту, потому что красный свет. Мы к ним обратились, они час возились, пригрузили всю систему. И после этого все заработало. Если добавить ко всему этому... Да, из-за этого пришлось очень много бегать. Из-за всего этого. Если добавить проблемы, не связанные с кораблем... Первое. Получаю сообщение. Отменили мой рейс летом в Латвию. Потому что в этот день самолеты перестали летать. Пришлось пока связываться с корабля. Это очень неудобно. Связываться с Аэробалтики. И менять даты. И потом менять даты в гостиницах. В общем, это тоже заняло время. Потом отменили мой рейс, который предстоит... Один из наших круизов на принцесс. Предстоящих. Я тоже не хотел откладывать и воспользоваться тем, что я на корабле. Фичер Круз. Это дает возможность получить дополнительный круиз на борту на следующем круизе. В общем, я выбрал новый круиз. С помощью своего агента заказал. Короче, что я могу сказать. Я очень надеюсь, что обратный круиз будет более веселый. Сейчас нам предстоит с Никой и ее мужем Борисом семидневную поездку по Аляске на машине. А потом семь дней на Роял Принцесс круиз в обратную сторону. Я надеюсь, что там все экскурсии, которые мы запланировали и оплатили, что все экскурсии пройдут нормально. Завтра утром Борис будет ждать нас у корабля. Маленький совет. Если вы опасаетесь, многие опасаются, что к ним на корабле залезут в сейф, тот, кто убирает или кто-то другой из служащих, то вот такой маленький совет. Сумочка, в которой лежат деньги, закрывается на замочек и кладется в сейф. Цифровый замочек. Все. Этот замочек не откроют без того, чтобы его поломать. Со стороны кормы берег виден гораздо лучше. И вот здесь мы сейчас приблизим. Вот это наши горы. Но где здесь ледник, я пока не очень вижу. Все, жду, пока мы подойдем поближе к этой красоте. Постепенно приближаемся к леднику. Вот тут вот такие, увеличим пейзажи. Мы уже к этой красоте привыкли. Вот так не могу не снимать. Это как вот какой-нибудь лес красивый. Так здесь красиво горы. Продолжаем приближаться к леднику. Мы приближаемся к леднику. Он состоит из двух рукавов. Видно. Слева он идет в дом моря. И справа там что-то есть. И очень много плавает. Так не видно. На воде кусочков леда. Ледник тает. А мы плывем вот сюда. Вот на это красивое место. Сдалека можно принять залепить. А мы еще пока, я вижу, продолжаем подплывать. Что тут оно представляет из себя. Такие скалы как будто. Вот сейчас 20-кратное приближение. По идее мы должны уже остановиться. Вот мы приблизились к леднику. Что интересно, год назад на этом же корабле Шоперу Принцесс в марте 23-го года мы в Чили, в Южной Америке вот так подошли к леднику Амалия. Сегодня ледник Хобарт на Аляске. А сколько льдин плавает. Все тает. Попробуем увеличить. Вот такая опористая поверхность. Я все жду пока мы перестанем приближаться, чтобы пойти греться. Все, корабль видно начинает уже разворот. и можно спокойно пойти греться с чувством выполненного долга. Как говорил Николай Озеров, репортаж вел, я кавканец. К греться я еще не дошел, потому что увидел красиво, как корабль при развороте гоняет лед. А здесь вообще солнце, блики, лепота. Ну все, хватит. Интересно хорошо ужинать на фоне ледника. Прямо из окон. Тот самый ледник, из-за которого я мерз. 18 мая. Последний завтрак. Мы сходим с корабля в Уиттере, за окном Уиттер. В конце концов, нам и починили чемодан, и исправили адрес. Это то, что я жаловался. В общем, все хорошо и нормально. И нас ждет. На этом кончается вторая часть нашего путешествия. И впереди нас ждет третья часть. Экскурсия и путешествия по Аляске, по земле.